понимает prompt и вот и мы теперь умеем делать транскрипты это роман варьянка он сейчас готовится на инструкторов группов системный менеджмент и инженерия причем хорошо готовится потому что у него машинка типов хорошо очень поставленного много моих учебников прошел вот ровно на предмет вычетки возможных ошибок в типах и он их находишь потому что у меня тоже нейросетка ошибается и я время от времени так метанимию неосторожно пускаю а поскольку у меня впечатление что нейросетка учится на текстах наших курсов то текст учебники должен быть точным и это ускоряет обучение то есть каждый раз вот эти витиеватые фразы они должны быть точные с точки зрения типов чтобы с 20 этого предъявления нейросетка научалась у студента использовать вот эти вот типы мимо сознания это идет и вообще говоря эта штука работает самое интересное и выяснилось что нейросетка и виспера и она распознает промпты и поэтому ты можешь сказать чтобы более короткие фразы делали то есть ей подаешь пример как надо расшифровать она дальше просто продолжает стиль этого примера если там знаки применения есть то появляются знаки применения в расшифровке если нет промпта с знаками применения но все пойдет с маленькой буквы прям сложным потоком вот это вот секреты и мы расшифровали в группе предыдущей моей уже несколько дней и выложили студентам и у нас будет выкладывание в поиск в курсе для каждой группы для smart поиска не только кусков из курса но и кусков из речей студентов и преподавателей которые были на курсе то есть каждый студент вот какие ученые курсы он закончил он будет получать в поиске куски текста расшифровки его заседания курса потому что там иногда вопросы бывают которые в курсе нет они остаются и там вопрос от него уже мы считаем продукт будут продолжаться до этим местам и мы будем выкладывать каждым это уже запланировано в архитектуре это уже есть и студенты уже начали получать расшифровки причем в виде двух вариантов в виде субтитров поскольку видео же есть можно куда-нибудь там закачать и субтитрами посмотреть вот но главное это в виде текста и вы можете просто текстовым поиском поискать там сейчас перечитать те куски ну понятно что удобство в разы разы растет ну что давайте наше заседание немножко контекст задам мы пообщались выяснилось что у нас там весь разговор был про одну из альф ну вот все остальные мы как бы ну мягко говоря про них не говорили не порастеряли плохо видно папа побольше на хорошо нет мелко но хорошо просто на крупнее движение сделать колесико покрутить control колесико на мышке и после этого мы договорились что мы пойдем по возьмем обучение для образованных да ну и собственно пойдем как там написано вот и я немножко посидел с тактом коррекции нет не так как там написано а так как будет написано когда мы домашние роли переложим инженерные все-таки там прикладка уже не на роль должна вот смотрите мы говорим что мы готовим директоров по развитию я вчера сделал поиск во первых я нашел ассоциацию директоров по развитию там куча знакомых моих куча знакомых цирена поскольку мы этим занимались но выяснилось что это более не менее российская особенность и если мы делим на роли то роли то все есть и в западной практикой в российской практике но как бы роли директора по развитию особо то нет да хотя есть роль организатора а в западной практике если вы начинаете делить на роли си свет это роли которые чиф там чего-то там там получается что это что-то типа чиф трансформейшен офисер или иногда бывает чиф стретеджи офисер но там частично только и точного такого соответствия нет а в российской практике соответствие немножко другое там более точный подбор ролей для директора по развитию а на западном если переводить впрямо это просто не так как бы в и мы понимаем что надо точнее разбивать на роли инженерные роли и дело пойдет потому что менеджмент она придет вот из вот этого инженерного отделения про образование про курсы ровно то же самое мы делим на время использования и деле делим на время образования и точно так же у нас получается разбив королей то есть мы смотрим на вот эти вот трейгера роли на методиста методолога и примерно понимаем каким образом это устроено в образовании потому что там например роли администратора нет а там роль организатора образования но она похожа но там не совсем администратор потому что организатор образования он сам получается деленный на много ролей да и вот чуть-чуть надо будет покорректировать вот этот курс я этим займусь по моим расчетам получается где-то в августе то есть я планирую закончить до 8 но как-то вот медленно все видишь я только что выдал 100 страниц по искусственному интеллекту естественному интеллекту в интеллект стеки там 400 страниц переписано было найдет чуть медленнее вот поэтому идем по текущему курсу но понимаем что сами роли учебного мы будем менять на инженерным если есть шанс использовать в прямую инженерные роли как бы ну давайте использовать или в прямую менеджерские роли потому что это ну как бы то же самое до смысл понятен сказания то есть когда мы рассматриваем курс администрирования мы можем брать не непосредственно то что в курсе да но как делать курсы а шевелить эти роли например непонятно например вот системной инженерии у нас есть 2 саре вот это вот все и мы назвали его поскольку платформа инжиниринг это последний извод мы назвали его инженер внутренней платформы разработки да теперь когда мы берем менеджмент мы говорим что смотри когда ты разрабатываешь организацию у тебя нет внутренней платформы разработки инженер у тебя есть администратор и это в общем та же самая роль тебе надо сделать конвейер который наружу там чет производит принципе когда мы берем задачу учебного курса мы понимаем что там тоже самое при создании мастерства есть тот кто делает конвейер подготовки вот этого вот мастерства и вот тот кто делает этот конвейер но не учит он наверное администратор учебного процесса а у меня он назван организатор образования по роли которая взята в педагогической практике и в принципе мы понимаем что организатор образования он очень близок к вот этому вот администратору и мы можем назвать либо администратор учебного процесса либо организатор образования но мы понимаем что в принципе это вот та самая внутренняя платформа разработки но разработки чего разработки орг системы которая на выходе дает мастерство и вот надо подумать вот как его лучше назвать по традиции образования организатор образования советской или там администратор чтобы с менеджерской ролью сразу сразу понятно было что это про бэкэнд образовательной организации его вот эти решения надо принять когда мы делаем вот тут вот курс но там вот ровно такое же нужно организовать название а там но операционный менеджер там он не совсем организатор получается да потому что если слова организатор образования начинает дребезг с организатором и из дребезг организатором из менеджерской организации он не организатор ну или организатор там там же все вместе да там же как-то раз Takut Получается полный набор ролей, там и организатор есть, в администратор есть и организатор получается. Замечу, что вопрос, который я обсуждаю, про организатора этих курсов, он полностью аналогичен вопросу, который мы обсуждаем в самом администрировании. Потому что там, помните, слова есть про то, что поскольку речь идет о создании конвейера, то есть организации конвейера и поддержании его эксплуатации, а по нему там с ним работают другие люди, то мы имеем полномасштабный инженерный процесс, а поскольку это организация, контора внутри конторы, то мы там и организатора имеем и даже тоже, наверное, администратора. Ну, рекурсивно. И то же самое в организации образования. То есть, может быть, мы, организатор образования, перименуем администратор. Ну, чувствуете, древес, организатор стратег. Ну, как бы, он визионер на самом деле, да? Операционный менеджер, операционный менеджер. Но это, как бы, операционный менеджер конвейера, получается. То есть, он тоже админи... То есть, я против того, что организатор образования, он, скорее всего, администратор все-таки. Ну, либо организатор, тогда там надо полностью все. и администратор, и администратор, например, организатор администрирования, например, внутри администратора. Я вот про вот эту вот внутренность. Вот смотрите, если это администратор, конвейер готовит организационную, там получается визионер администрирования, стратег администрирования, Он же там, ну, стратег нет, потому что там совмещание визионера и бизнесмена, да, ну, как бы мы, вот эти вот роли. И там начинаются вот эти вот, а какие слова мы выберем, а что это за позиция? То есть я про то, что вот эти вот роли надо привести к инженерным ролям и менеджерским ролям даже в образовательной организации. И второй тезис, который тут же важен, эти роли надо привести внутри администрирования, то же самое к инженерным и менеджерским ролям. Уже внутри администрирования, потому что мы создаем, как бы, часть организации, мы ее создаем. Понятно, что она используется внутри организации, она сама менеджерская, да, но там внутри ее деление, она, конвейер надо создать и оперировать, мы полный набор менеджеров. Меджерских ролей используют. Мысль, это как-то понятно, вот что я сейчас рассказываю? Я не требую, чтобы мы прямо сейчас это сделали. Но это же касается ролей курса, да, то есть команды курса, которые ее разрабатывают. Это двух ролей касается. Первое, это набор ролей в организации, которая изготавливает мастерство администрирования, ну и курсов вообще, да. То есть это один набор ролей. И это, как бы, роли учебные. А второй вопрос, который я поднял, это касается под ролей администраторов. Потому что, когда я разворачиваю администрирование в организации, то я разворачиваю какую-то организационную систему. Это означает, что там должен быть полный набор менеджерских ролей. Кто-то должен там оператором быть. То есть не юзеры, вся остальная организация. Кто-то там, операционный менеджер должен быть какой-то. Кто-то должен визионером быть. То есть делать такой конвейер, который пригодится точно остальной организации. И всех не уволят там внутри, да. Какой-нибудь более высокий менеджер, чем администратор. Есть бизнесмен, который добудет деньги на то, чтобы сделать этот чертов бэк-энд. Есть организатор, который поставит людей, запроектирует компьютеры. Архитектор, который скажет, что ребята, с вашей организацией, как вы ее делаете, идите нафиг. 20% времени тратите на то, чтобы подготовиться к следующим проблемам. Там, наладьте коммуникацию, вот как я сказал. И это все про бэк-энд. Про организационный бэк-энд. Бэк-офис. То есть нам как бы два набора ролей надо проработать. Первый набор ролей, это моя обязанность. И я его сделаю при переписке курса «Мастерство обучать образованных». То есть сейчас можно, наверное, там старые роли брать, но я как раз, мое предупреждение было. Их надо брать с осторожностью, потому что они не соответствуют менеджерским инженерным ролям. И поэтому кривизна может быть вот прям в тексте «Мастерство обучать образованных», потому что он эмпирически написан, эвристически. А там могут быть дырки. Дырки какие? Ну, не соответствуют современному менеджменту, не соответствуют современной системной инженерии. И я просто предупреждаю. Но второе мы точно должны сделать. Инистрирование, мы должны вот эти вот роли по разворачиванию бэк-офиса, мы должны их прописать. Там все множественные роли должны быть. Это что же разработка, как бы непрерывная, обеспеченная? Вот этот офис развития бэк-офиса мы должны написать, который внутри бэк-офиса. Его разворачивают. Поэтому два набора ролей обсуждаем. А мы же можем брать первый набор ролей, который будет переведен потом. Но есть же уже и менеджмент, и инженерия. Все, что будет не совпадать, ну, мы это увидим. Я ровно вот это вот... Да, Юль, вы точно сказали сейчас мои первые фразы. Я ровно вот это и сказал, что мы это увидим. Я хотел бы, чтобы это было увидено. Александр попросил примеров, что именно увидеть. Я говорю, вот это несоответствие. Что есть менеджерские роли, инженерные роли. А те наборы краев, как в части мастерства обучать образованных книжки, они уже предложены. Они где-то там дребезг, они не совпадают. Так и в самом администрировании. Они будут, конечно, первые наши предложения будут не попадать. Мы что-то пропустим наверняка. Ну, вот эти вот различия, что один должен там сходить за деньгами, бизнесмен, да? А другой должен понять, а мы там пользу-то нанесем остальной организации. Ну, вот это вот мелкие различения ролей, да? То есть мы же не про должности, а про роли. Поэтому команда курса, это как бы по учебнику, да? Работы курса, это по учебнику мастерства обучать образованных. С точностью, да вот, как Юля говорит, мы это увидим, где оно будет дребезжать. Для этого я говорю, что там хорошо бы, чтобы был в голове при этом не один учебник мастерства обучать образованных, и мы по нему пошли, а три. Системная инженерия и менеджмент. Потому что первый учебник там слегка протух на два года. А хотя он значительно современнее, чем все, что по педагогике вы будете читать. Ну, там хотя бы различия между методологией, методикой, вот это вот все, да? Что касается нашей лаборатории, то второй набор ролей придется делать, но как бы полностью делать. Можно его прямо написать, вот там, менеджерские роли. Как они в случае администрирования называются? Мне кажется, что они называются в начальном предложении, они называются ровно вот так. Берешь менеджерскую роль по классике, как это, по учебнику, и добавляешь администрирование. Там визионер администрирования. Или там визионер администрации, визионер бэк-офиса. Там есть же заготовка в курсе менеджмента, в разделе администрирование, есть заготовка ролей, заготовка, которая может повернуться и ее уже уточнять. Ну, в принципе, да. Я там, скорее всего, вот я этот кусок, может быть, и написал, сказать, что, как это, вот смотрите, что роли эти все есть. Это то, что я говорю, рекурсивно надо весь менеджмент по отношению к бэк-офису развернуть. Ну, да. Ну, да. Ну, как бы, тут вот я не вижу прямо ролей. Смотрите, это роли внутри администрирования. Это, как бы, те люди, которые занимаются, как бы, инженерией, да. Там инженер-теплотехник, инженер по двигателям, если бы в обычной организации это было бы, да. А я говорю еще о ролях тех людей, которые разворачивают, менеджеры по разворачиванию. Которые влезут административные. Ну, а это сами менеджеры. Ну, вы же это уже рассказали. HR, он поставляет людей в организацию, а есть еще тот, как бы, HR, который поставляет людей внутрь администрирования. Понятно, что его можно сначала назначить HR, развернуть HR, а потом он будет и для бэк-офиса тоже людей поставлять. Ну, там есть проблема яйца и курицы, да, что там сначала. Кстати, на всякий случай решена проблема яйца и курицы эволюционная. Значит, текущая гипотеза, что были сначала живородящие, а скорлупа появилась эволюционно потом для защиты незревых детенышей. Как-то вот так. Очень забавно. Тем не менее, вот тут вот перемешанные роли. Давайте так, еще одна работа курса будет. Вписывайте прямо в работу курса. Переписать раздел после создания курса. Поскольку мы проработаем этот. Переписать раздел в учебнике менеджмента. Для того, чтобы он соответствовал более полному, нормальному представлению, которое в работе лаборатории. После работы лаборатории. На основании, как бы. Согласны? Когда мы пройдемся, там, вот это вот, видите, что там просто в навал все написано. Там у меня байки рассказаны, что это, как это. А проработки строго это нет. Там 10 страниц всего. Видите, вот нет набора ролей. Это другие роли. Это как бы роли инженеров, которые должны быть. Тут получается. Как это? Инженеры по станкам, которые стоят на заводе. А кто будет этот завод разворачивать? Да? Ну, это обычные менеджерские роли будут станок разворачивать. Разворачивать. Начальник выводства, администратор, он же, да. Он будет, скорее всего, много ролей выполнять менеджерских. И деньги просить, и все. Да, там один человек какой-то. Но на самом деле у него команда наверняка появится. Если там компания на тысячу человек, вот как у Александра. Ну, там и у Андрея примерно так же. Да там то же самое. Там команда будет. У Юлии то же самое. Она разворачивает бэк-офис, когда приходит к клиенту. Она понимает, что на 3000 человек, ну, там не 3000 человек, а у одного клиента там на 600 человек, да. То все равно там не один человек разворачиванием занимается, а там десяток, да, у клиента. И надо вот эти вот роли прям вот выставлять, вот эти вот роли, назначать людей, писать инструкции. А вот в ресторане там как бы бэк-офис один человек будет делать, потому что там всего десяток человек. Да, и бэк-офис один человек будет заниматься всеми ролями. Но нам поэтому эти роли надо будет внятно прописать, какие роли разворачивает администрацию. Менеджерские с добавкой слова администрация. А вот эти вот роли, которые там прописаны, это роли тех, которые на конвейере сидят. Станки. Вот это вот роли станков. Но все равно без них идти дальше нельзя, их тоже нужно забирать в кучу. Их собирать надо в кучу, потому что то, что я написал, это как, это первое приближение. Ну, это набросок. Что может помочь, смотрите, что может помочь, про роли, это западные вот эти вот должности. Давайте я вам кину. Прямо сейчас, чтобы было из чего выбирать. Это должности си-левела, то есть чих там кто-то. То есть мы должны вписаться, в том числе и в западные уже структуры, да? Но это именно должности, а нам надо сделать с ролями. Вот давайте я в чат это поменю. Как раз у меня это было открыто, удобненько, да? И там вот если внизу посмотрите, там прямо описание ответственности самых разных ролей. Там топ-20 будет более подробно, а потом там еще штук 50 названий. Вот можно посмотреть, а что там за офис ответственности, потому что там же его тоже сразу не найдете. Там, конечно, есть chief operation officer, но как бы не очень понятно. При этом вот этого должности вице-президенты идут ниже их. Потому что там есть президент, он на этом уровне. А вице-президенты как бы под ним. Но тут получается, что если мы вернемся вот к этим кусочкам, вот здесь, то если мы возьмем вот эти штуки как набор сервисов, которые там делает та или иная служба, то в каждой службе фактически будет свой набор ролей, которые, например, будут заниматься... Какой инженер. И получается, что, ну как бы, я просто к чему? Один человек, например, там в роли там transformation, он скорее занимается организованием организаторов, нежели самой трансформацией. Потому что, например, трансформировать работу там, я не знаю, там какой-нибудь бухгалтерии или там юрслужбы, ну должен как бы человек с полномочиями, иначе как бы это не работает. Мы опять обсуждаем, чем отличаются роли от должностей. Потому что, конечно, организатор организаторов, он выполняет больше, как бы он начальник, но он помогает, он офисом является. Мы говорим все время, вот организатор это как бы офис, потому что он governance делает, он учит людей делать преобразования у себя, ну там рисовать таблички, как это принято у нас делать, помогает писать регламенты внутренние. Но он же не знает особенностей и подробностей процесса. Человек, который в позиции начальника, он выполняет частично роль организатора, организуя свою службу. И он же выполняет часто, если мелкая организация, он выполняет часто, если это инженер, инженерную работу. И если это там бухгалтер, выполняет решение сложных бухгалтерских кейсов, то есть он является специалистом, который выполняет часть самой работы инженерной. Но одновременно ему поручен еще и отдел, и он организует людей. К нам в школу приходят ровно вот по вот этой вот линии. То есть менеджеры, они вот растут по вот этим он тем линиям, и вдруг они понимают, что у них еще 5-6 человек, а иногда к нам приходят, когда 50-60 человек, и они прихватили какие-то роли просто потому, что они начальники, и считается, что они должны как-то организовать людей. А знаний нет. А какие знания? Ну им дали много людей, потому что просто масштаб работ больше. Например, там бэк-офис. Программист там разворачивает бэк-офис, разворачивает. Потом бах, его делают там начальником этого бэк-офиса. Он говорит, вау, я кроме там своей компьютерной системы, в которой я все понимаю, теперь у меня есть программист, который в ней все понимает, и я ему объясняю, что делать. И программистов этих 10, и кроме программистов еще 5 человек каких-то. Кто-то там общается с кем-то, кто-то там отчеты пишет. И он говорит, вау, надо же, я все равно принимаю те же самые решения, что программисты высшего уровня, потому что я там главный, и я там лучше это знаю, я это и раньше делал. А еще мне надо людьми рулить. И вот в этот момент появляется вот эта вот роль организатора, и кто-то из организаторов-организаторов должен научить человека это делать. В принципе, мастерство это дает наша школа, но внутри организации это примерно так же должно быть построено. Без особых умных слов. Мы должны там вручить ему какие-то таблички, сказать, знаешь, как это, на каком-то мелком уровне, давай вот по этим табличкам работай, у тебя все получится. А чтобы составлять таблички, ну все равно придется его отправить на курсы менеджмента. Ну то есть к нам. И этот же начальник будет и визионером для своей службы. Он на все, на все. Фактически все менеджерские роли, если там 5-6 человек отдел, то все менеджерские роли, ну как вот мне говорил, например, один парень, ну как парень, Антон Меркулов, он четко, доклад у него есть, он опубликовал, он очень четко говорил. У меня, как начальника отдела инженерного по хардверу, он электронную аппаратуру делал, у меня есть, говорит, бюджет времени, два часа на работу оргархитектора. Вот, я, говорит, понимаю, что у меня есть отдел, его надо организовать как-то, надо наладить коммуникацию с окружающей средой, поговорить с окружением, принять планы, как у меня там люди взаимодействуют. И он говорит, на все это у меня бюджет два часа в неделю. Почему? Ну он говорит, вообще на все менеджерские работы, на все менеджерские роли, бюджет укладывается, наверное, в один день в неделю. А четыре дня в неделю я принимаю важные инженерные решения. Потому что в инженерных отделах ты самый главный инженер из всех инженеров твоего отдела. То есть с тобой советуются по инженерным вопросам. Но, говорит, один день в неделю у меня оказался менеджерский. Потому что, ну, люди же, надо как-то их как не давать, надо выкоротить для них деньги, там, отпустить кого-то в отпуск, снабдить работой, но не переборщить, нарисовать всем таблички. Он говорит, нормально, бюджет времени, там, один день. Понятно, о чем я говорю? То есть мы можем написать этот курс только для ролей. А для начальников везде будет по-разному. Потому что на верхнем уровне это будет, как бы, консалтинг по вот этим вопросам. На среднем уровне это будет фулл-тайм выполнение работ на полную рабочую неделю. А на нижнем уровне, имеется в виду по крупности вот этого бэк-офиса, а на нижнем уровне, ну, как бы, человек будет заниматься бухгалтерской работой. И еще у него целых три сотрудника, может быть, да? Потому что в основном уже компьютеры, ну, как бы, целых три сотрудника. И он по отношению к ним будет занимать все менеджерские роли вместе. Ага. Да. Окей. На эту тему про роли, вот смотрите, Юля очень правильно говорит. Открываешь учебник менеджмента, ты смотришь, как он устроен. И пишешь ровно вот так же, пишешь учебник администрирования, открываешь учебник менеджмента. Если вы помните, там в начале говорятся какие-то общие слова про то, что такое менеджмент, да? Как он там связан со всем внутри, снаружи. А потом там сразу говорится, что, ну, а поскольку это все инженерия организации, то вот вам ролик. И дается прямое сравнение ролей с инженерией и с менеджментом. Это означает, что у нас тут же должен появиться раздел, в котором подробно прописывается то, что вот я сейчас все время обсуждаю. То есть роли администрирования, как роли связаны с должностями, как они обычно дают. Как это называется? Что называется по-английски? Как это устроено в жизни? Все вот про роли, да? А потом? А потом разделы, замечу, идут по практикам этих ролей. Потому что в менеджменте, если вы помните, дальше по практикам ролей. А при этом, конечно, возможно изменения по сравнению с ролями в менеджменте, перегруппировка, например. Если вы увидите, как менеджер, организатор, и как инженер, вот там внутри разложены, ну там операционный менеджмент, где вы увидите, что там немножечко другое. Вот там как раз вот менеджер по развитию, то есть проектировщик и лидер, там склеены. А у инженеров там не склеены, проектировщик и директор по производству, и как этот, менеджер по производству, технолог производства, да? У меня уже два набора ролей, уже путают. Производство, они расклеены. Потому что в жизни они обычно там в разных местах. А тут они как бы одна роль, вот менеджер по развитию. Он там проектирует, он же лидер воплощает. То есть часто совмещение двух ролей в одном человеке. Поэтому я там немножко другую группировку сделал. А в администрировании там тоже, возможно, немножечко другие какие-то группировки будут. Там какой-нибудь операционный менеджер с кем-то склеится, потому что вряд ли там будет внешний операционный менеджер, который пойдет вот там в эксплуатацию. Но может и, может так же будет, ну как бы ближе к менеджерским ролям, я думаю, будет, чем чисто инженер. Вот так. Можно чуть-чуть вернуть на полшага назад? Предисловие курсу вот это введение, я же с ним еще мучилась на системном фитнесе, ну и продолжаю мучиться. И я нашла, как его делать. Это краткая выжимка описания мастерства. Да, это краткая выжимка описания мастерства. Но вообще говоря, у меня есть шаблон, как писать введение. Вы его не нашли? Еще нет. Мастерство обучать образованных вы читали? Я ее, ну... Открываем. Открываем и прям смотрим, там шаблон во вновлении. Как-то там... Вот этот? Вот, да, пример файла открываем. Пример, да. Так. А, то есть вы решили найти слово шаблон вот так? Нет. Ну, я думаю, вряд ли. В том самом конце, там, где файл с разметкой, там просто в этом файле... Прямо выписывайте введение. Там задумка была такая, что человек открывает и с удивлением видит, что ему реально только заполнит. Шаблон. Как это? Та же табличка. То есть я потрудился сделать табличку. Самый конец. Идите вот этого файла. Как быстро все происходит на мощном компьютере. У меня это все как-то очень медленно происходит, когда... Когда видеосвязь, то все очень не спеша, гораздо медленнее. Вот прямо идем. Так, что-то тут... Что-то поломалось, да? Сглазили. Что такое? Мы попали в начало текста опять. Можем ли мы попасть в конец и медленно идти вверх? Попали в конец. И медленно пошли вверх. Потому что это как бы примеры тестов. стоп. А вниз? Это за пределами курса. И вот дальше вниз. Он там коротенький же шаблон, да? Куда-то он пропал. Куда-то он пропал. Я себе напишу задачу, потому что у меня точно есть этот шаблон. И я как бы не понимаю, почему его нету в курсе. Может быть, там какая-то метаверсия загружена была? И туда же никто не смотрит. Но она вроде загружена праздниками. Сейчас еще вот тут кусочек, пример главы. Может, здесь это будет? Ну, введение надо найти. Слово. Попробуйте найти слово введение в тексте. Секунду. Ну, если не найдете, то это... К сожалению, все вообще не видно. Открывает. Нет. То есть слово введение не находится? Нет, введение находится, но вот перенос жизни... А, в шаблоне нет? Ну, как бы... Ну, введение. Только при переносе в жизнь и все? Да. Очень странно. Да, только при переносе в жизнь. Введение просто. Да, достаточно. А второй результат? Вот. Удивитель. А где же это? Надо тогда смотреть... Надо тогда смотреть версию. То есть такое впечатление, что программисты где-то могли потерять версию. Удивитель. Развал конфигурации. Развал конфигурации. Ну, именно все было. Или это упражнение. Я так поняла, что это табличка, значит, она ушла в упражнение. Это не табличка. Это прямо... Прямо в файле было. Ну, ладно, как бы... Давайте я просто ее выдам. Как это? Найду и выдам. Я себе записал. Сейчас. Дела. Но главное, что там... Идея была в том, что вы берете файл, и там есть не только файл вот это, а в дополнительных материалах курса там же есть этот файл, скорее всего. То есть вы идете в курс дополнительный материал, и вы просто открываете файл Варда. Но это он и был. Может быть, здесь другая версия? Нет, нет. Нет, там не текст учебника должен быть. Вот. А текст файлов... Очень странно. И это тот же файл. Очень странно. Да. Ну, как бы... Развал конфигурации. Потому что я точно делал шаблоны. Я писал же свои курсы. Мне же он самому нужен чаще всего. У меня курсов больше всех. Ну, здесь то же самое. Прямо там, как бы, история курса, о чем написано курс. Вот просто вот это вот все прям там штук 6-7 разделов дано. Ну, ладно. Извиняйте. Очень странно. Не могу поверить. Я у себя открою. Я проверю. Просто у меня сейчас все очень медленно. Давайте двигаться дальше. Потому что основная идея, что вы берете примерно ту же структуру, что в учебнике менеджмента, только добавляете к ролям еще и слово... К этим ролям добавляете... Администрирование. Да, администрирование. И это будет курс по администрированию, как бы разворачиванию администрирования. Там есть вторая часть. Должны ли мы писать после этого курсы по тому, как развернуть бухгалтерию, как развернуть юридическую практику. И вот это вот не факт, что мы должны писать вот это. Потому что там приходят спецы, которые знают, как разворачивать их соответствующие службы. С одной стороны. С другой стороны, может быть и должны. Но для этого мы должны тогда, получается, написать учебник системной инженерии как бы вот этого конвейера по станкам. Что там за станки должны быть на этом конвейере, да? И с другой стороны, как разворачивать? Можно гипотезу сразу пойти так, что не разворачиваем, не включаем в состав этого курса. А если нам будет не хватать, уже будем двигаться. Ну, потому что у меня покупают, когда надо разворачивать договорную работу, бухгалтерию, бюджетирование отдельно. Администрация штатная, она с этим не справляется. И мне кажется, ну, исходя из того опыта, что у меня есть, вот это все-таки чуть-чуть иное. Так, а я и говорю иное. Одно это менеджмент, менеджерская задача по разворачиванию организации, администрирование. А другое, как бы, как эти операции делать? Ну, там, как устроено внутри финансы, да? И вот вопрос. Вот вопрос. В учебнике мы что описываем? Два предмета. Вот бухгалтерия. Что мы должны описать? Мы должны описать, как работает бухгалтерия, или как развернуть бухгалтерию, которая работает вот так? Все равно два предмета. Стык с бухгалтерией, которая будет работать. Это означает, что, может быть, там в каждом разделе будет там два подраздела. Первое, описание станка. И второе, описание наладки станка. Особенности наладки вот этого станка. Ну, потому что, если человека, который развернул 25 юридических служб, послать разворачивать бухгалтерию, я боюсь, что он там не развернет. То есть, он, конечно, общий менеджер, он, конечно, вернет все, но вот мне кажется, что не совсем общий менеджмент должен быть. Менеджеры всего на свете, ну, так же, как инженеры, так же, как врачи. Врачи всего на свете бывают, но как-то редкий пример. У нас разделение труда все-таки более глубокое. Коллеги, а можно я... Если кто читал методологию, то не факт, что у него не получится. Может, нам попробовать привести пример концепции использования бухгалтерии или юрслужбы, как бы, и, соответственно, как бы, взя из этого люди смогут воссоздать логику. Ну, дело не в этом. Дело в том, что концепция использования это само по себе, это как бы регламент, как люди работают в бухгалтерии, как люди работают с юридической службой предприятий. А нас же будет волновать при разворачивании не как люди с ней работают, а нас будет волновать, как она устроена внутри. И вот тут вот две задачи. Тут с одной стороны, каким образом мы разработаем, вот как она будет устроена внутри. И вроде бы вот это вот задача учебника. Но для этого там две вещи. Как устроено внутри бухгалтерское производство. И вот там появляется и по крис-партриджа, что там должно быть вот так, вот так. И это современные идеи в бухгалтерии, вот такие, вот такие. И множество тебе учетов. И на самом деле мы идем в книжку по системному менеджменту, и там начальные слова про это какие-то уже говорятся. И далее мы просто проходим по книжке системного менеджмента, вытаскиваем оттуда куски какие-то, которые попадают в администрирование. И реализуем. Ну, потому что плохо с финансированием, он попал, вот с юридической практикой никуда не попал, а с финансированием управленческой бухгалтерии он, например, попал в учебник менеджмента. Можно вытаскивать и как бы разворачивать, да? И то же самое там с юридической практикой. Вот как, что мы думаем про те школы юридической мысли, которые должны быть в компании, они сейчас современные, как это, как должны подходить корпоративные юристы к решению проблем. У них же тоже есть какие-то там моды. Вот мы это прописываем, современное, и заодно, как мы разворачиваем это. Вот смотрите, есть книжки по продвижению, и у Рекхема вчера как раз у меня в чате вспоминалось. Вот я на них сейчас смотрю, у меня эти две книжки. Давайте я их даже руку протяну, помашу. Ой, в проводах запутался. Вот, как бы, вот эти вот книжки, которые в чате обсуждались, они у меня как-то, даже сверху лежали. Хотя это не означает, что я их разворачивал раньше, чем лет пять назад, в последний раз. Тем не менее. Одна книжка, каким образом делать длинные продажи. Вторая книжка, как развернуть отдел, который делает такие длинные продажи, которые написаны в первой книжке. Бухгалтерия, каким образом работает бухгалтерия, и рядом, как развернуть такую бухгалтерию, которая работает таким образом. Почему? Ну там, там есть бухгалтеры, как им платить, например. Это как развернуть, да? Как им платить, как должности назначать, что там вообще происходит. И там, бухгалтерия. А вот, ты открываешь какие-то счета, ты, как бы, работаешь в Перре или Персе, ну и далее все вот эти вот специфические бухгалтерские вопросы. давайте мы сейчас примем решение прописывать оба этих куска прямо в каждой главе. Ну, то есть, например, берем юридическую или финансовую историю, говорим, какой фронтир, говорим, как это развернулось. Да. Я думаю, это будет более самое полезное. После чего опять возвращаемся, переписываем учебник менеджмента, потому что часть, как бы, по 3-4 фразы на каждой из этих фронтиров мы говорим в учебнике менеджмента, как развернуть это весь учебник про это. Ну, в целом, да? А потом мы ныряем в учебник администрирования и получаем подробный разговор уже про фронтир и более-менее подробный разговор про то, как развернуть. Какие там оргприемы. Нормально? Мне выглядит, да. Пока мастерства собирать будем, ну, в тот момент, когда его версию плюс-минус живую получим, там уже понятно станет. надо эту гипотезу поправлять или нет. сейчас выглядит, что так. Сейчас выглядит, что так, посмотрите, это полезно тем, что когда бухгалтер получает, в небольшой организации бухгалтер получает этот учебник по администрированию, у него там есть своя глава и он находит там как поддержку своей работы как спеца и повышает свою квалификацию как бухгалтера, знакомится с современными методами бухучета, так заодно он получает некоторые указания, как ему организовать свою службу. А если это не бухгалтера, там администратор маленькой компании, где один там за все роли, включая юриста, то же самое, он смотрит на то, какое там мастерство, самое передовое, и какие там учебники можно читать, и заодно смотрит, заодно смотрит, как это реализовано. Мне кажется, что кроме главы по учету, там ничего не попадает, в учебники менеджмента ничего не попадает. В принципе, в учебники менеджмента эта часть более-менее подробно прописана по историческим причинам, то есть там хоть какие-то слова сказаны про финансы, а про юристов и все остальное, про HR там вообще же ничего не написано. Поэтому можно будет взять, наверное, за образец описания финансов у меня в учебнике прямо, как бы передовых практик, да, но выяснится, что там совсем передовые практики не прописаны. Например, вот это вот Перре Персе, ну и не прописано, это более поздняя история, я как бы позже нашел. И ее вытаскивать в учебник как раз администрирования. А вот юридические практики, вот это вот все придется прописывать прямо там в этом администрировании. Более подробно. мы можем составить список тех практик, по которым нам нужно пройтись. А вот он на экране прямо. Не, я его вывел, потому что это как бы отправная точка, да? Да. Вопрос, куда мы еще заходим? Ну, как минимум, давайте пройдемся по вот этому, и если выяснится, что за строчкой две стоит, расщепим ее на две. Если выяснится, что это лишняя история, вычеркнем. А потом посмотрим и скажем, а что мы еще забыли, исходя из личного опыта. То есть просто берем вот этот список, выносим его на отдельную страницу и как бы пошли делать из него табличку. Итоговая табличка это набор глав. Собственно, итоговая табличка это структура, потому что прям по практикам. это прям набор разделов. Хорошо. Появляется небольшая структурка. И тогда еще один вопрос. Это практики. Это просто слово не из главы, а давайте там практики администрирования. Точнее, это не практики администрирования, как бы сказать. ну да, это практики производственного конвейера, практики бэк-офиса. Ну да, собственно, так оно и будет. из, ну, ну, да. Где-то там. Там все остальное все равно же придется рассмотреть, там же многоточие. Вот дойдем до конца списка, уже будет все понятно. Их надо будет назвать правильно, сделать короткий список. А еще есть вопросы, которые Александр в чат кидал. Вот эти вопросы можно попробовать разнести на эту структуру, и структура дополнится, и вопросы прикрепятся к разделам уже. Да. Ну, смотрите, еще раз, у нас две вещи получаются. У нас вещи получаются администрирования, которые я, у меня в голове все равно вот эта вот метафора конвейера там с роботами, что вот это вот те роботы, которые стоят и выполняют какие-то операции на конвейере. И есть вот особенности установки робота, наладки, обслуживания, а есть, собственно, особенности тех операций, которые делает робот. И поэтому в каждой строчке тут появляются два раздела, как этот робот, как это, особенности функционирования, исходя из них особенности наладки. Александр, а можешь сейчас добавить подразделы, ну, хотя бы только в первой строке? Ты имеешь в виду вот из этого таблички? Не, вот сейчас после первого пункта, не надо табличку, потом ее сделаем. После первого пункта сделай enter и сделай два подраздела. Развертывание и... Ну, смотрите, это дерево разворачивается в табличке. Вот это комплиера. Это как раз табличка и стекла. Это проще показывать... Ну, можно так, да, это мы прямо в другую самостоятельно. Это на правах заметки, а мы потом учтем. Ну, в принципе, это вот оглавление такое. Вот если почистить строчку, там, вот эту вот, написать поддержание кадрового резерва, да? Прямо вот поддержание кадрового резерва, если сделать, то дальше там особенности функционирования и особенности развертывания вот этого поддержания HR. Human Resources. Можно еще один вопрос? Прежде чем мы пойдем в список то, что я написал? Тоже как гипотеза, ведь фактически, фактически, если мы посмотрим на организацию, то везде будет, грубо говоря, служба, она выдает какой-то сервис, кто-то понимает, условно, как она функционирует, как она, как она, там, как ее развернуть, но кто-то на уровень выше должен вообще понимать, как эта вся кухня увязывается между собой. Потому что, на самом деле, ответственный есть всегда СИО, чьих экзекутив офисер, и там везде написано, что разные люди отвечают за разные либо подразделения, либо направления деятельности, сейчас очень аккуратно во всех текстах всегда дублируется, когда должности говорят, вот эти вот СИО, свит, да, чиф там чего-то, а чиф экзекритив офисер, он увязывает их всех вместе, отвечает за коммуникацию и взаимодействие, да? Поэтому есть просто менеджеры организации, они как бы это все и увязывают вместе, а если такой администратор, ну, как бы, да, роль, наверное, администратора увязывает все вместе, чисто менеджерская роль. И попробую еще раз переформулировать, то есть, вот, грубо говоря, мы говорили офис, там, создание, развитие бэк-офиса, да, вот пока скажем, что есть такая служба, которая, вот, в предположении должна каким-то образом оркестрировать то, как работает весь бэк-офис, чтобы не получилось старше. Да, но я думаю, что она будет внутри самого бэк-офиса, а бэк-офис, он сам по себе офис, да? Ну, как бы, сам по себе организация. Это означает, что есть начальник бэк-офиса. Менеджерские там и эксплуатационные. Это означает, что на уровень выше есть кто-то, кто заботится о развитии продвижения, бэк-офиса и всего вместе. Да. Создатель. Да, и это там есть, следовательно, оргпроектировщик, который туда вписал службу развития, бэк-офис, и это делает оргпроектировщик. Дальше вопрос, если компания маленькая, этот оргпроектировщик внутри бэк-офис тоже пропишет, он маленький. Если компания большая, то он пропишет, что вот тут у меня бэк-офис, ты ныряешь внутрь, открываешь учебник бэк-офиса и другой человек прописывает, что именно внутри бэк-офиса. Да, это как всегда. просто обычная системная инженерия. Если у тебя самолетик маленький, то ты его делаешь весь. Если самолетик у тебя большой, то у тебя неминуемое крылья делает какая-нибудь там другая организация, а ты говоришь, ну вот тут крыло. Головной боли хватает, потому что организации куча, ты их там удерживаешь, а какие-то другие люди занимаются крылями. Самолетик маленький, ты крылом позанимаешься, фюзеляжем, еще кусок двигателя доработаешь. Поэтому мы прописываем по ролям. Вот практики бэк-офиса. И там практики перечисляются и внутри даются заметки, как имена они разворачивают. Ну, получается, что особенности развертывания это как это заметки для менеджера. А особенности функционирования это заметки не для менеджера, а заметки для специалиста-предметников. То есть особенности развертывания это как бы кто там организатор. Вот те самые, скажем так, давайте условно напишем особенности развертывания и напишем вот этот один день в неделю. Потому что развертывание оно же создание и развитие. особенности функционирования ну особенности функционирования это как бы четыре дня в неделю. Просто особенности развертывания это поправки к учебнику системного менеджмента, доработки к учебнику системного менеджмента. А вот особенности функционирования это не доработки к учебнику менеджмента, а полностью своя история каждый раз хотя в учебнике системного менеджмента я не знаю по каким причинам надо как бы отдельно выяснять почему-то финансовая часть оказалась развернут сил важности там еще чего-нибудь то есть кусок бэк-офиса оказался финансы вероятно принятие все-таки не учетная а вот я могу сказать смотрите я неправильно тоже говорю там учетная часть говорится какая должна быть чуть-чуть говорится но не говорится учетная часть администрирование это учетная часть все-таки в основном а учебники менеджмента говорится как раз об операционной части какие управленческие решения там принимаются и вот это точно не администрирование эта мысль понятно что смотрите когда мы говорили про администрирование бухгалтерию то мы говорили не о принятии решений это менеджерская штука финансовых решений решение по налоговложению а мы говорили о налаживании учет то есть работа конвейера по которому финансы движется учет контролинг как бы ежедневные вот эти вот операции которые не связаны с принятием решения связаны с учетом грубо говоря хранение финансов логистика финансов все а куда чего направлять откуда куда эти финансы не задача администрирования это задача менеджмента поэтому вот тут вот даже в части финансовой все равно придется видите писать свое про учет а учебники менеджмента оставить то для чего учет как там устроено это бюджетирование а тут прописывать для того чтобы поддержать бюджетирование как учебники менеджмента вы должны наладить вот такой конвейер и там понеслось требованиях скорости требования там кто ведет этот учет один человек или распределенно ну и вся история про собственного офиса вот это разделение понятно сейчас как мы делим на менеджерскую часть то есть управленческие решения и части административные то есть учеты в какой момент у нас юридические решения принимаются как устроен сам конвейер содержательную часть решения это в курсе менеджмента и вероятно это будет отдельно какой-нибудь учебник по финансам может быть будет отдельная часть учебника по юридической практике корпоративной там же тоже необъятно да а тут как развернуть так чтобы ежедневная юридическая деятельность происходила какой точке мы должны обращаться к юристу работает юрист наверно где-то подробно описано но у юриста будет какой-нибудь там юридический учет вот это мы должны поставить управление конфигурации чтоб там было до юрист каждый день выходил на работу чтобы у него ну как как наладить чтобы он вообще там был чтобы была точка куда он вставляется со своими проверками вот полностью вот как девокс устроен да они же не принимают решение как работают те или иные программисты но место где тесто и того или иного программиста у них там есть тесто архитектора тесто безопасника как это вот момент времени что-то там что-то происходит ну да конвейер как бы делается что операция там предусмотрена кто кто разворачивает конвейер он предусматривает выполнение этих операций я понимаю что я мутновато сейчас говорю но все время надо держать то что мы разворачиваем что-то типа как девопс вероятно задачи описания там примерно такие же как у девопса где заканчивается девелопмент где начинается оперейшн полностью другое описание в сайт релиабилити инжиниринг и платформ инжиниринг но это уже более не менее современное описание потому что они уже поняли что есть те кто разворачивает конвейер там 20 разных программных софтов есть те кто работает на этом конвейере и от другие люди и вот мы примерно то же самое есть те кто работает внутри администрации внутри бы кофе со и есть и которые разворачивают этот бы кофе со поддерживают его работ работу и вот там вопрос какая деятельность происходит внутри самого бак офиса а какая деятельность внутри компании например какая юридическая деятельность относятся не к бэк-офису от компании а какая деятельность происходит внутри бэк-офиса вот давайте юристами разберемся потому что юристы же везде вроде есть то есть финансами там понятно что принятие управленческих решений менеджерами происходит в небо только отчеты выдает учет а у юристов как компания относится или она относится к деятельности бэк-офиса или это исторически как-то определяется что вот финансы как бы они вроде бы внешние там предпринятие решений финансов мне тяжело будет словить живого юриста для эксперимента андре это вопрос а у андрея так вообще это как это чуть-то там не профильная что обсуждать с ним смотрите мы принимаем следующее сейчас решение нормативно деятельность юриста она проходит вся внутри организации такой вот станок и он находится внутри бэк-офиса или же у нас юрист это нормальный человек в организации а бэк-офис поддерживает его работу снаружи потому что по финансам финансовые решения принимаются не в бэк-офисе а во фронт-офисе направление куда идут финансовые потоки не в бэк-офисе принимаются а бэк-офис регистрирует эти решения добивается их исполнение тестирует выполнение этих решений проверяет обеспечивает делает их как бы экшена был выполняем вот юрист принял какое-то решение бэк-офис считает что это он принял какие-то решения на внешнем контуре или бэк-офис говорит что вот юрист принял решение а мы делаем средства записать это решение проверить это решение довести решение до всем нужных людей ролью юриста на несколько сценариев на мой взгляд ну я думаю да для этого надо как бы взять юристов и разобраться вот они тут тоже самое роль юриста тестировщика вот как вы говорите да ему попал договор он его тестирует там данный предмет не нарушаем ли мы чего а есть роль когда юрист условно говоря участвует в договоре и помогает писать там какой-то как участвует как участник сделки они как надзорный товарищ как бы да то есть и соответственно пишет те штуки на которые потом бы кофе тестирует есть два юриста тюрист который разрабатывает и они называются одинаково на самом деле функции разные также смотрите есть архитектор который вроде бы должен развернуть что то дальше он пишет вот эту вот самую fit function да и дальше fit function проверяется но проверяется она уже в бэк-офисе но задача как бы кто-то ее там пишет и ставь это не вопрос fit function не пишется архитектор не сидит в бэк-офисе ну имеется в виду в допуском да он не сидит в конвейере а он архитектор они девокс а проверяться то что он накалякал будет все равно в платформе то есть он приносит и говорит куда мне положить этот вопрос если вы это представьте вот организацию он там написал fit function а у нас плохо организовано вот эта платформа нет нормального девокса он вновь приняты у него современная практика он приносит куда во первых приносит да и говорит вот тут у меня fit function написано давайте вставьте их куда где это как обеспечить что это такое кто с ним вообще разоговорно этого поддерживать то же самое вот как андрей говорит там есть ну вот нам надо тестировать теперь вот это особенности там не знаю инклюзивности чего-нибудь там нам теперь очень надо тестировать везде куда он придет где это проверяется какой точке то это обеспечит да в каждом договоре там кто это обеспечит в этот момент он должен прийти в администрацию и администрация рида вот это вот в этой точке как бы большое спасибо что ты нам принес мы тебе этот тест будем делать вот тут-то тут-то и сажает может быть юриста потому что другие просто не понимают что там написано или не юриста обычного клерка грубо говоря там fit function от него то же самое с и чаром есть люди которые принимают кадровые решения и это менеджеры а есть люди которые ну как бы двигают людской материал и это кадровики и вот кадровики сидят в одном месте как бы тэленд менеджеры наверно в другом вот вопрос хотел сказать что еще часто это мизия на алфей до ты бухгалтерию приходит вопрос она пустирует игру частая коллизия с бухгалтерия бухгалтерию приходит вопрос она тестирует грядь не не пойдет это хочу делать ну я не знаю мы бухгалтерия как бы да а вот он кроме надо ровно но хочу делать считается что есть какие-то там финансовый директор например это его проблемы до того кто кто что-то хочет в организации сделать тебе нужно закупить какие-нибудь сервисы вот грубо говоря чтобы его закупить тебе нужен условно последовательный вызов сервисов всех вот этих вот служб вот если там нет условно организатора точнее если там нет администратора который вот это все оркестрирует все все пуговицы пришли только пальто не подходит ты даже не знаешь сколько у тебя этих сервисов нет того человека который те целостное администрирование делать это ровно то было в разработке пока не начали выделять людей которые все эти какомберы ставят ну как быть 20 систем появились вот эти вот картинки где развернута до систем разработчики сказали мы ни за что не будем это разворачивать искали ну хорошо мы выделим отдельного человека он развернет работать будете вы разработчики говорят мы не будем работать мы ему отдадим он пусть проводится софт наш через свои системы им сказали нет он систем и развернет но проводить будете вы вот ровно вот этот вот вопрос нам надо провести по администрированию то есть кого мы там считаем разработчиками вот этого списка который сейчас на экране и кого мы считаем в администрации. И с удивлением мы обнаружим, что есть те люди, которые относятся к разработке и эксплуатации, а есть те люди, которые относятся, собственно, к конвейеру. То есть есть юрист там и юрист тут. Есть финансист там и бухгалтер тут. Я так, условно. И HR. Есть человек, который про людей там, а есть логист тут, который там все птички поставит, все тесто сделает, проверит, пьет, не пьет. Да-да-да, мы сейчас к этому приходим в финансовые службы. Фактически у нас появляются две финансовые службы. Одна занимается чисто учетом внутренним, а вот вторая готовит решение. Планово-экономический отдел называется, да? Учителя в голове, как бы там. Вот планово-экономический отдел разрабатывает? Мы не пойдем, как бы, ну да. Да, бухгалтерия – чистый учет. Именно так, да. Да-да-да-да, и еще одна коллизия, я бы обратил внимание, вот то, что Александр начал говорить, что вот когда, ну, типа, бухгалтерия говорит, ну, типа, это не мое, откуда я знаю, я вот тесты сделал, протестировал, он не подходит, да? Дальше вот исполнители, например, со своим договором, да, которые вот этот вот сервис бухгалтерии вызвали, говорят, блин, так и мышь не бухгалтеры, да? То есть, а о чем нам написать там в предмете? Это должен быть человек, который эти тесты разрабатывает, и это другое. Это означает, что есть какой-то финансовый директор, который этим обозабочен, или там плановый экономический отдел, который эти тесты делает. На самом деле у бухгалтерии чуть более сложная штука, они говорят, ну, мы же бухгалтерия, мы ничего, и при этом есть внешние там налоговые службы, которые это делают, ну, там правила бухгалтерии устанавливают, и как бы туда идти надо договариваться, но на самом деле это тогда вопрос бухгалтерии, потому что она должна прокси быть к этим самым службам. И там появится содержательный человек должен быть, который помогает обходить это, да, ну, там, схему делать. Но вопрос, вот этот содержательный человек, он внутри бухгалтерии, или все-таки он тогда сидит в планово-экономическом отделе, и когда нам надо хитрую финансовую операцию провести, он учитывает, что потребуется сделать схему для налогов, то бухгалтерию он приносит, говорит, ну, как бы формально все подходит, делайте учет, все. Или там ставьте вот это вот правило вот такое, потому-то, потому-то, а теперь проверяйте по-другому. То есть кто-то налаживает работу бухгалтерии. Как правило, это два человека в голове главного бухгалтера, и кто там с ним поборит. Да, в голове главного бухгалтера, но иногда голова главного бухгалтера, она как бы пустая учетная, а делается вот эта вот схема где-нибудь в службе финансового директора, в российской традиции это планово-экономический отдел. Они же так и разводятся, планово-экономический отдел и бухгалтерия. Часто сажают под финансового директора, у которых просто две разных этих службы, и говорится, что у них как бы контры, да, потому что одна фактически делает тесто для другой. Вот, и ты уж как-нибудь там организуй это внутри себя. И такой вот финансовый директор вынужден делать коммуникацию вот эту вот. Не разрабатывают, а вторые как бы учитывают. И он между ними коммуникацию налаживает. Ну, похоже. Вот это вот надо тут пройти и поделить, что же у нас, собственно, в администрировании, что не в администрировании. А то, что мы сейчас обсуждали, ну, просто изложить один раз, да, чтобы это было понятнее. Это как раз вот во вводных главах, где говорится, что есть роли, относящиеся к администрированию, к конвейеру, да, к бэк-офисам. А есть роли, принимающие содержательные решения. И далее прямо вот по разработке. Вот Юля это очень сильно помогло. Мы как-то, я напомню, на занятии я сказал, что вот там все, что там делается, надо смотреть на разработку и на все вопросы, на которые не знаешь, как ответить. Ну, там смотреть на вот этот вот платформ-инжиниринг и делать так же. И это сразу будет современное решение. И все пошло, насколько я понимаю, с этого момента. Юля, похоже. И так работает, да. Так работает. Да, и огромные проекты, ведь, успели сделаться. Да, и так и работаем, и сами работаем. Вот давайте вот это вот решение. А Юля, поскольку она как минимум один раз вот это вот сделала, она посмотрит на то, что получается, да. То есть, смотрите, Андрей нам сейчас сказал, что да, так хотим или не хотим, так оно, мы ползем к этому. Юля сказала, что да, мы это сообразили и так уже работаем. Вот, ну и надо просто вот теперь это письменно изложить. Ну, вы пока говорили, я тут прикинул, на самом деле, ведь и у HR такая же схема. Ведь, по сути дела, у HR... А, у всех. Не только у HR. Мой тезис жестче. Вот весь этот список вот так устроен. HR, конечно. То есть, он, по сути дела, тоже тестирует кандидатов. Кто-то пишет для него, как бы, эти тесты, то есть содержание вакансии, как бы, да. Ну, и там дальше закрутилось. Да, потому что вспомним, вот, Андрей, вспомните, что в нашей группе, у нас же, помните, был HR-директор, да, который, как это, не совсем-то шоу-соу-соу-соу. Да, то есть, она медленно, вообще, как бы, там, счастье через одну книжку из четырех прорвалась. И она поняла следующее, что она себя обозначила, как HR-директор, не как HR, она себя обозначила, как человек из администрации. И тут же сказала, что люди недопринимают решения, потому что они не пишут мне вот эту вот самую фид-фанкшн. Она начала требовать, чтобы ей писали роли и практики, чего раньше не писали, а писали должности. То есть, писали, как это, займитесь своей работой, допишите, какую вакансию вам надо, как правильно писать вакансию. А она что делает? А она просто применяет к людям с улицы, она применяет этот критерий. И результат был. Меньше ошибок, нас любят, ценность наша сразу, там, неизмеримо выросла. Потому что раньше без фид-фанкшн она выполняла, вроде бы, свою работу, как это, прокручила, выдавала каких-то людей. И каждый человек был ошибкой. Ну, конечно, все не работало. То есть, как только эта схема встала в кривом, может быть, виде, там, таком, ну, как бы, все, сразу все заработало. И то же самое, кто там дальше, компьютерный парк, то же самое. Зачем вам компьютеры? Да? Ну, там, кто-то принимает решение, что вот такие-то обработки у нас будут делаться в компьютерном виде. А кто-то будет говорить, а вот эти компьютеры стоят, вот, как бы, они там делаются. Вставляете ваши наработки в наши компьютеры. И замечу, что раньше железный отдел отделялся всегда от софтверного, и они примерно вот по этой линии разделялись. Теперь железный отдел, там еще дата-центры есть. И, как бы, это все равно те же самые железячники. И вот железячники, как правило, они не содержательными людьми были, а компьютерщики, которые принимают содержательные решения, они вот там, у них аналитиков много, они там в бизнеса уходят, как бы, софт. А чисто софт, он болтался посередке, между вот теми, как бы, аналитическими ребятами, которые с бизнесом работают, которые говорят, что делают компьютерщиками, и, там, железячниками. Получается такая трехуровневая такая система. Одна уж чисто, как бы, прикладная, там, в предметной области сидит в поддержке. Другая чисто компьютерная, там вообще не важно, что обрабатывается, либо мощность компьютерная была. И промежуточная, которая все время болтается между этими двумя. Вот это вот тоже, айтишная служба, она тоже, понятно, становится, как организована. Ну как, она не понятна, как организована, но понятна принцип, по которому она работает. И так, с каждым пунктом прямо так и делается. И тут не просто особенности функционирования, а особенности функционирования организации и особенности функционирования разработки. Ну как бы не разработки, а как мы ее назовем, вот те, которые в основном процессе. То есть мы сейчас только что разбили ее на две части. Особенность функционирования администрации и особенность функционирования основного бизнеса. Давайте так напишем. Наверное, колонку перед надо делать, да. Особенность функционирования основного бизнеса. А для того, чтобы мы каждую строчку разбили, что вот это делают люди в основном бизнесе. Вот, грубо говоря, они пишут фитфанкшн. Я специально не тесто. Ну на самом деле, мне проще говорить тесто, архитектурное тесто, потому что везде это историческая терминология. И вот эту вот табличку надо разбить. Это как бы, не знаю, каждый из своего опыта, как вот вы делаете, вы должны взять и там что-нибудь написать. У кого какой опыта. Каждый принесет понемножку, что знает, а потом увидит. В свою строчку, да. Каждый пишет в свою строчку что-нибудь, давайте. Но форма, вот она. И разработка курса тем связанным. Самым сейчас в существенной мере она связана с заполнением этой таблички. То есть отсюда как бы чистка строчек, это разделы курса. А потом вот эти особенности, это описание практик. И даже можно написать не особенности, а особенности практик функционирования. Прям вот не особенности, чтобы слово практик, чтобы форма была понятна, что мы практики описываем. И там же и ролей, ну как бы если практика, то и роль можно там указать. И все понеслось. Если мы эту табличку дозаполним, то в принципе в каждой клеточке у нас будет там по пяток страниц текста. И вместе это и будет курс. Согласны? А в курсе дальше там задания будут. Ну как бы вот на начало вот похоже, что вот это. Преамбула, это каким образом устроена эта табличка. То есть вот то, что мы тут наговаривали сегодня, это вот как раз начальные главы про практики администрирования, роли. Что это все инкарнации менеджмента и инженерии. Что это тот самый девопс многократно повторенный. Точнее платформа инженерии, как в его современном изводе, сразу берем. Вот. Ну что, я считаю, что мы сегодня очень неплохо продвинулись. Да, давайте договоримся про следующий раз. Да, да, давайте договоримся про следующий раз тоже через две недели. Юль, если там будет возможность, желание, можно как-то собраться и тут еще в этот файлик вместе пообсуждать. Давай лучше каждый внесет все, что сможет, а потом обсудим уже общие результаты и так будет больше. Да, а потом пойдем по тексту. Все договоримся. Смотрите, первая строчка это тоже предмет правок. Ну как бы вот заполненный кусок, потому что то, что в моем учебнике, как вы понимаете, это такой черновик, я из головы его прямо писал. Да, да, да. Поэтому там какие-то строчки на две поделим, какие-то строчки, скажем, это вообще как бы производственное, а не бэк-офис. Какие-то строчки не поделим, а наоборот вставим там еще в нижний пункт все, да. То есть это чистый черновик. Кроме того, не забывайте, что мышление письмом это лучший способ работает. Поэтому если вы напишите в наш новый теперь уже клуб какие-нибудь тексты, это будет сильно, сильно хорошо. Я думаю, что после прошлого нашего заседания вот эти вот заметки, которые вы делали, помогли как-то это уложиться в уме. Вот мы сейчас уже меньше обращаем внимания на те вопросы, которые в прошлый раз обсуждали. Потому что, ну, обсудили же, как бы вот эта вот общая конструкция уже в голове, да. По крайней мере, про учеты мы тогда много говорили. Сейчас это уже там как общее место, да, что да, конечно, вот тут учеты, да, конечно, там что-то содержательное. То есть мы на это потратили времени, в общем, ноль. А в прошлый раз, ну, в общем, полтора часа. Окей. Окей, ну, все. До свидания и до встречи через две недели. Спасибо. До свидания. Спасибо.